В России Международный день птиц празднуют с 1926 года. Дату 1 апреля выбрали не зря. Обычно в средней полосе в это время появляются первые перелетные птицы. У нас на севере это происходит немного с запозданием, где-то на 15 дней. Но уже первые перелетные птицы к нам уже прилетели. Это лебеди, гуси массово летят. К нам в Петерзаводск уже прилетели грачи, скворцы. На юге Карелии уже зарегистрированы черные дрозды. Другая масса наших перелетных птиц сейчас находится где-то примерно в Польше, в Прибалтике. Некоторых птиц, которые зимуют в Петрозаводске, ученые считают. Например, на март 2022 года городская популяция кряквы насчитывает около 1350 особей. Учет уток начинается в конце октября и продолжается до середины апреля. Это происходит раз в месяц. Мы обходим все водоемы города, потому что, соответственно, кряк у нас концентрируется вокруг незамерзающих частей водоемов. Это река Неглин-Колососинка и берег Онежского озера. Адаптировались к жизни в городах и селятся вокруг водоемов и чайки. Всего в Карелии гнездится шесть видов. Эти птицы часто питаются на свалках и могут быть переносчиками опасных болезней, орнитоза и вирусов, подобных гриппу. Поэтому специалисты советуют с ними не контактировать, а сами проводят исследования по мониторингу популяции. Петрозавычанам также напоминают, птиц лучше не кормить жареным, солеными, сладким. Многие подкармливают пернатых хлебом. В этом вопросе у ученых единого мнения нет. Подкормка хлебом может вызывать болезнь желудочно-кишечного тракта, но наши городские утки, возможно, уже привыкли к хлебу. Но мы все равно рекомендуем лучше кормить крупами. Сейчас городские утки людей не боятся. По словам специалистов, это большой контраст в сравнении, например, с 80-ми годами. Тогда птицы относились к людям настороженно и не подпускали близко. Сейчас же пернаты расценивают нас как источник пищи, поэтому и относятся дружелюбно. Юлия Боряева, Борис Касьянов, Служба новостей.